любой человек да он общается с людьми с окружающими то что происходит происходит взаимообмен взаимообмен зеркальные нейроны они зеркали друг друга и вот человек который который общается с другими людьми он он по-любому хочет он или не хочет он от них впитывает от них впитывает их эмоциональное состояние их действия я даже сделал такую расшифровку друг да что он впитывает от других людей d это действие движение то есть мы друг друга зеркалим по движениям это разговор стиле разговора мы друг от друга зеркалим у это уровень уровень жизни уровень эмоционального состояния по всем уровням и подравниваемся друг по друга друг и г это границы границы дозволенного вот есть люди которые они такие очень легкие в общении ты с ними об легко общаешься если не которые устанавливают жесткие границы ты тоже с ними тогда то есть границы мы тоже друг от друга берем друг это то что мы друг от друга впитываем поэтому если вы хотите хорошо жить я думаю что вы хотите хорошо жить то вам просто необходимо чтобы люди вокруг вас были добрые веселые счастливые безопасные которые действуют по четким правилам и тора как раз и обеспечивает такое вот такое окружение когда вы точно знаете как мыслят вокруг окружающие люди если он нарушает правила которые установила тора то сразу же это знаете как он нарушает правила все значит уже этот человек его надо опасаться хорошо итак шестая глава шестая глава притчи царя соломона говорит нам царь соломон бни опять он повторяет нам это же обращение сын мой и опять комментаторы мы вспоминаем нам говорят что сын это первое объяснение это он передает от бога то что бог сказал людям все люди это дети бога потому что все произошли от адам решено от первого человека который был произведением всевышнего не было его сыном понимание биологическому бога не может быть сына биологического потому что бог это творец мироздания и значит все люди они относятся к сыновьям всевышнего а есть обращение в торе к израилю да он говорит израиль бни бхори ты мой сын первенец мой чем отличается первенец от обычных сыновей по торе первенец это тот кто должен служить всевышнему это священник и тот кто хочет стать священником он становится исраэль я шарли эль прямо к богу и исраэль это это священник да как сказал бог когда давал тору что вы говорите теперь мне мамлахетку аним мне царство священников в игой кадош народ святой это народ израиля мамлахетку аним в игой кадош и бни обращается бог к людям или второе объяснение папа царь давид обращался к царю соломону и третье объяснение это царь соломон обращается к нам потому что мы как будто бы его ученики бни он говорит им арафтали рэха если стал ты а рф это гарант если стал ты гарантом ближнему своему так а то лизарка пеха или ты значит заключил как ну что по рукам по рукам это называется так а то лизарка пеха с тем-то ты договорился ну что по рукам по рукам значит на кашто бм рэпиха попал ты в ловушку значит в своими словами тем самым что ты стал гарантом для кого-то или ты по рукам с тем-то договорился попал ты этим самым в ловушку нилката бм рэпиха то есть из ты своими же словами ты поставил себя в западню есть такое слово западня даже маленькие дети они этим начинают сразу же пользоваться папа ты мне обещал мама ты мне обещала это не честно ты мне обещал когда эти обещал что нет обещал все купить не эту игрушку ты обещал ну обещал обещание надо выполнять куплю царь самому нам говорит следи за своими словами ты не можешь поручиться за себя ты не знаешь что с тобой будет ты не знаешь ты можешь там что пообещать что ты например будешь все время спокойно радостно и счастлива это можешь пообещать что ты будешь зарядку делать может пообещать что ты ты не можешь ты собой не управляешь полностью теперь быть за кого-то гарантом царь сам он конкретно говорит вот я например с этого момента как я выучила это до шестая глава притчи я ни за кого не становлюсь гарантом нет не становлюсь гарантом равыцкая зильберзе хранат задих ли врага он как-то за одного человека подписался гарантов за квартиру то есть когда человек здесь берет суду в банке то он должен привести двух гарантов которые в случае если он не отдаст деньги они будут за него выплачивать этот долг и равыцкая зильбер он подписался за кого-то тот не выплатил суд и он свяжись потом за него выплачивал тоже суду которую которую тот не отдал когда пришел был такой его звали яков альперин он был очень богатый такой человек он был ученик хазаныша и он разбогател резко разбогател то есть прям был очень очень богатый и как-то он пришел к хазанышу был такой великий мудрец ему говорит еще срочно нужны деньги в и мне нужно там достаточно небольшая сумма но мне один кто-то мне может ее дать сказал что если хазаныш будет гарант я тогда дам то есть вы можете стать гарантом хазаныш ему говорит нет не могу стать гарантом тут говорит а почему вы не можете с об этом не не доверяете более доверяю вы не доверяете что я могу отдать деньги у меня одну вы же знаете там все мои бизнесы все он говорит можешь отдать первое то чем вы не будете гарантом он говорит я не могу отдать у меня даже если а все свои а он был такой царик праведник велите мудрец очень бедный ну и даже себе все свои книги соберу и кастрюлю, которая есть на кухне, я не смогу дать десятую часть долга выплатить, за которую ты просишь меня гарантировать. Я знаю, что ты отдашь, я знаю, что ты честный, но я не могу быть гарантом. И вот здесь как раз вот этот момент не быть гарантом ни за кого, ни за ближнего, ни бить по рукам я завтра, значит, я смогу, я сделаю и так далее. Торанас учит быть очень в этом деле, полагаться на Всевышнего, помогать, понимать такую вещь, что мы уже выучили, что не знает человек, что с ним будет, и то, что у него за спиной, кто ему скажет. То есть мы не знаем, что принесет завтрашний день, мы не знаем, как оно будет. Поэтому царь Соломон нам много раз говорит, не хвали завтрашним днем, не знаю, что он принесет, ну вообще лучше не хвастаться. Поэтому четко здесь написано, не будь гарантом даже за ближнего, и тем более не бей по рукам с чужими людьми, приводят комментаторы здесь пример, как это работает. Вот человек, он пообещал кому-то продать свое поле. Да, у него есть поле, и он кому-то из родственников говорит, я тебе продам. Потом к нему приходит чужой какой-то человек, говорит, слушай, продай мне поле. А он выпил, сидел там, чуть-чуть выпил, он говорит, за сколько? Тот говорит, за там в два раза больше. Он говорит, продаю. Все, по рукам, по рукам. Потом, значит, приходит его родственник, говорит, ты же не обещал продать поле раньше, и даже ты мне уже написал вот письмо, договор, подписался, все, что ты мне его продаешь. С другой стороны, тот приходит, говорит, смотри, ты же не обещал это поле продать, уже по рукам, вот свидетель, вот все, если ты мне не продашь, я подам в суд, и я буду отсуживать, чтобы ты мне или поле отдал, или покрыл убытки, которые я рассчитывал, вот там, все, человек попал в сложную ситуацию. Тому пообещал, тому пообещал, что делать? Говорит нам царь Самон третий отрывок. Асэзот, сделай это, говорит он. Сделай это, бни, вейнацельки бата бекафреха. Сделай это, сын мой, он говорит, и спасешься ты, потому что пришел ты к, как бы, к ближнему своему лех и трапез ургавреха. Значит, он дает нам такой совет. Вот давайте вначале мы посмотрим, что бы вы сделали, да? Вот у вас есть ближний, ваш родственный, которому вы пообещали, и дальний, которому вы пообещали. И оба на вас насели. Оба на вас насели, мол, один ближний говорит, ты же мой ближний, ты мне обещал. А тот дальний говорит, а мне все равно, ты мне никто, поэтому я сейчас с тобой буду разбираться вообще по полной, я тебе такие сейчас устрою неприятности. Что вы будете делать? Ну-ка, интересно, кто что будет делать? какие у кого варианты? Так. Есть варианты? Вот, можно в фейсбуке написать, или в ютюбе можно написать варианты. Наталья Маргулис, что вы сделаете? У вас есть обещание перед близким, хорошим, друг, знакомый, родственник, и перед дальним. Артем Слива ничего не будет делать, он как, как ничего. У вас два человека, один говорит, ты мне обещал поле продать, брат двоюродный, и второй говорит, не брат двоюродный, а наоборот там какой-нибудь вообще, говорит, ты мне поле обещал продать уже все, вот, и ты попал вот между перекрестной такая ситуация, что будешь делать? Кого просить? Никому не продам. Не-не-не, оба, оба насели, если никому не продать, то две проблемы у вас, то есть двое с вами будут ругаться, нет, ни никого, кроме благодатого, хорошо, но вас, вы ближнему пообещали, он на вас обижается, и дальше, с тем, кто грозит, дальнему, да, говорит нам царь Соломон, говорит царь Соломон, что нам делать в такой ситуации, он говорит так, иди к ближнему, и трапез, это, ну, как бы, и трапез, это от слова, как вот персик сдавливается, такой раздавленный персик, стань раздавленным персиком, и ближнему, он же твой ближний, скажи, слушай, ну, мы же с тобой ближние, прости меня, пожалуйста, я ошибся, я тебе пообещал, да, но ты же мне близкий, и я в такую неприятность попал, давай ты меня прости все-таки, то есть он говорит, что нужно, не-не-не, что нужно просить, больше, нужно обратиться к ближнему, то есть, или это друг, или родственник, и его просить, ну, как бы, чтобы он на тобой жалился, то есть, вероятность того, что он на тобой жалится, и скажет, ладно, продавай этому дальнему, уже обещал, обещал, значит, ударил по рукам, с ним ударил, я тебя понимаю, ладно, не буду с тобой ругаться, не буду судиться, я понимаю, войду в твое положение, То есть нужно просить, как бы, прощения и просить, чтобы над тобой жалился именно ближний. Ближний – это так советует нам царь Салмон. И дальше он дает четвертый, четвертый отрывок. Он, значит, как бы идет... Четвертый отрывок дальше нас переводит в сферу, каким надо быть. Каким надо быть. Он говорит, не спи, не давай сна своим глазам, и дремы своим веком. То есть не будь спящим таким, да? Не будь спящим таким. То есть ты должен быть человеком быстрым, расторопным. И если ты попал в эту ситуацию, то ты должен сразу побежать к ближнему. Постараться решить этот вопрос. Значит, попросить его в это самое. То есть царь Салмоном дает, как бы, дальше дает уже совет по качествам, которыми нужно в жизни обладать. Вот я, например, приведу пример. Я же уже, Мишли, много лет изучаю. И ищу разные такие именно лайфхаки. Вот здесь написано, что не тормози. Там дальше он раскроет эту мысль. Не тормози. Вот сегодня у меня был утром вопрос по работе. И был у меня вопрос по работе. Я этот вопрос написал сразу же в пять мест. Пяти людям, которые могут мне дать ответ на этот вопрос. Получил я ответ от трех из них сразу же. И четвертый, ну, должен тоже сейчас ответить. То есть почему я это сделал? Когда-то меня научил один очень умный еврей. Хаим Школьник его зовут. Значит, он научил, что если тебе важно какой-то вопрос, то задваивай, затраивай одновременно попытки его решить. Потому что если ты будешь идти последовательно, обратился в одно место, там не помогли. Обратился во второе, там не помогли. Обратился в третье, там помогли. Обычно до третьего человек не доходит. Но если ты одновременно обратился в три, то ты одновременно получишь два ответа нет, один ответ да. То есть не иди последовательно, затраивая усилия. Вот это то, что здесь сказал нам царь Соломон. Аль титен шиналь и неха. Не даваясь на своим глазам. Ут нума ля фапеха. И дремы для своих глаз. И на цель кэцви спасайся, как олень из мият, из руки, то есть из ловушки, в которую ты попал. Вэкэципор мият якуш. И как птичка, она вырывается из ловушки. То есть не тормози, делай действие. Не тормози, не сиди на месте. То есть приложи усилия. Ты попал в неприятность? Попал. Но только ты можешь из нее выйти. Поэтому давай, туда обратись, сюда обратись. Попроси, еще раз попроси. Узнай, посоветуйся. Больше всего меня удивляют люди, которые... Вот они не знают, как решить вопрос. И они говорят, ну этот вопрос нерешаемый. Но если ты не знаешь, это же не значит, что он нерешаемый. Ты что, спросил у десяти человек, как его решить? Не спросил. Почему не спросил? Да я знаю, что он нерешаемый. Да откуда ж ты... Ну то есть действительно для тебя нерешаемый. Ты попал в проблему, потому что ты как раз думаешь, как ты думаешь. Но откуда такая уверенность, что и для других людей он нерешаемый? Ты спроси, спроси десять человек. Посоветуйся. Узнай их мнение. Не считай, что ты умнее всех. И когда ты десять человек спросишь одновременно, тебе может быть пять-шесть из них скажут то, чего ты вообще не знал и понятия не имел. Может быть есть решение. И очень меня тоже удивляют эти люди, которые, значит, говоришь ему, спроси у других. А, подходит тебе человек, говорит, помоги мне, вот у меня вот такая вот сложная ситуация. Ты ему говоришь, смотри, у тебя ситуация вообще не сложная. И есть в ней вот такое решение. А он говорит такой, не, мне советы твои не нужны, ты мне помоги. Ну, что это такое вообще, да? Это то же самое, как люди говорят Всевышнему, дай мне деньги. Всевышний говорит, вот есть правила, как зарабатываются деньги, как их не терять. Не, не, мне правила не нужны, ты мне дай. Что это такое? Есть стора, есть правила, есть заповеди. И тот, кто убирает ухо от того, чтобы слушать Тору. Это нас учил царь Соломон, что его молитва мерзость для Всевышнего. Если ты не хочешь слушать то, что Всевышний сказал, как правильно действовать, так почему ты считаешь, что Всевышний должен тебе что-то давать, если ты не выполняешь его советы? Это как с человеком. Ты приходишь, помоги. Он говорит, ну, слушай, тебе надо действовать так, так и так. Не, 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 ты чего мне советуешь? Ты кто такой? Ты мне помоги. Так нельзя. Дальше говорит нам царь Соломон, лех эль немала ацель. Он говорит, иди к... Немала это муравей. Он говорит, иди к муравью ленивец. Ре драхе вахахам. Смотри его пути, как он действует. И вахахам, и будь, будь как бы, хахам становись мудрее, да, учись от него. То есть он говорит такую вещь глубочайшую, что человек, который там венец творения, самый такой умный-умный, он говорит, посмотри, муравей в чем-то тебя превосходит. Открой глаза, учись у муравья. Дальше он пишет, чему можно у него научиться у муравья. Но здесь самое главное не то, чему научиться у муравья, а то, что мудрец, он как раз потому и называется мудрец. Михахам, кто мудрец? Говорит Бензама в четвертой главе Пертьявод. Он говорит, кто такой хахам, кто мудрый, кто умный? Он говорит, а ломет Миколь Адам, тот, кто учится от каждого человека. Как сказано, как говорил царь Давид, как раз папа царя Соломона, мы теперь видим, откуда такая мудрость у царя Соломона. Как говорил царь Давид, Миколь Меламда Искалки. Он был царь, великий царь, который был, ну, просто воин невероятной силы, невероятного мужества, невероятной вообще близости ко Всевышнему. Но он говорил, Миколь Меламда Искалки. Каждый, кто меня поучал, я от него умудрился. Потому что твое свидетельство Бог говорило со мной через людей. Значит, я видел даже не... Например, вы знаете, есть такая частая ситуация, когда родители говорят детям, типа, какой-то совет. А что ребенок говорит? Что ты мне советуешь-то? Да, мне твои советы не нужны. Царь Давид говорил, я от каждого человека умудрился. А дети говорят своим родителям, мне твои советы не нужны. То есть, первое, что нас учит Тора, это стать людьми скромными и перестать считать, что ты знаешь что-то прям... Каждый из нас знает во многом меньше даже, чем муравей. То есть, ленивый, который говорит, типа, лошадь больше всех работала в колхозе, а председателем колхоза не стала. От лени вышли все великие открытия. Это ленивые, они живут в какой-то иллюзии, в обмане вообще. Кто их обманул, непонятно. И вот это вот высокомерие, что ленивый человек, который ленивый, и у него реально лишний вес, болезни разные, проблемы со здоровьем, нет денег. Ему говорят, ну, слушай, не ленись, начни учиться, начни действовать, начни тренироваться. А он, вместо того, чтобы послушать, он говорит, типа, лошадь же тренировалась, а председателем колхоза не стала. Так ему говорит царь Соломон, мудрейший из людей, он говорит, иди, говорит, к муравью, ленивец, посмотри пути его, и у мудриста, и у него поучись сначала, у муравья, а потом будешь рассказывать. Кстати, интересно, что муравьи очень организованные создания, хотя они маленькие такие, и они очень маленькие, они очень, ну, во-первых, муравьев больше, чем людей глобально. И, представляете, муравьев в мире на земле больше, чем людей. Вот мы думаем, что мы прям такие все очень опытные, умные. И муравей, он собирает за свою жизнь еды больше, чем он может съесть в тысячи, в тысячи раз. То есть он очень такая работящая история, да, этот муравей. Поэтому давайте у него поучимся, будем работящими, будем работать, будем учиться у всех, кто... У всех можно чему-то научиться. И с Божьей помощью Всевышний нам даст за это что? Всевышний нам даст за это хорошую жизнь, Всевышний нам даст за это благополучие, хорошее настроение, счастье и мир. Главное мир, чтобы был мир в душе. Когда у человека мир в душе, это шикарно. У него нет никаких противоречий, мир в душе. Сразу же это передается на мир в семье, на мир в семье, и дальше это передается на мир в стране, и на мир в мире. И все это достигается через Тору, потому что, как сказал нам царь Салмон, Все пути ее, пути приятны, Все тропинки ее ведут в одну сторону, к шалому, к миру, потому что, если ты правильно выстраиваешь отношения, тот же, вот мы сегодня выучили, прекраснейший жизненный совет. Не будь гарантом ни для кого, и ни с кем не спорь, ни бей по рукам, не устраивая вот эти вот тахарут, ну, как соревнования, и типа, давай поспорим, я тебе сейчас докажу. Есть такая шутка известная, что в травмопункте проводили исследование, и оказалось, что 50% посетителей травмопункта попали туда после слов, смотри, как я могу. Значит, а вторые 50% попали в травмопункт после слов, не, это фигня, смотри, как надо. Поэтому вот это вот, типа, смотри, как я могу, все эти соревнования, споры, они до хорошего не доводят. Все. Запишите для себя выводы, как учат Тору. Когда вы что-то проучили, у вас остается какая-то вау, инсайт. Запишите свой инсайт, да, запишите для себя правила, выучил там-то, там-то, вот это правило. Это я понял, это я осознал, хочу сохранить. И поделитесь этим правилом с людьми, обсудите его, поделитесь с ним, запишите его, чтобы повторите его еще раз, чтобы слова Тора, они вошли. Вот я сегодня все утро пел песню, меня прямо это так разозлило, что я потом начал на эту же мелодию петь, 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 на всех путях познавая Бога, вы у Яшер Архетеха. А чего-то утром я проснулся, у меня в голове песня, которую я слышал, может быть, один раз или два, я ее слышал где-то, и она мне влезла в голову, несмотря на милое личико, песня тупая, вообще тупее нету, и вот она у меня в голове крутится. Ум человека так устроен, что туда, то, что залезло, стереть нельзя. И у нас с вами, к сожалению, та информация, которую заполняли нашу голову в детстве, в юности, она очень малоактуальна, и очень, ну, как бы, знаете как, она не приводит к хорошей жизни. Вот эти все, все вот эти вот остатки бывшего Советского Союза с его идеологией, с его ментальностью, это все уже вчерашний день, оно так устарело, безнадежно устарело, все эти песни, и так далее, оно не дает человеку в жизни никакой пользы. Поэтому, то, что вы нашли полезную какую-то идею, которая реально полезная, нужно ее зацепить, понять, запомнить, сохранить, и использовать. И дальше принимать решение жить, исходя из этих новых идей. Все, если вы будете поторе жить, то у вас будет вечная жизнь и прекрасная жизнь в этом мире. До завтра. Завтра в 10 утра встречаемся с Божьей помощью. Счастливо. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok